Салтонский тракт В последние годы советской власти здесь вложили асфальт. После этого дорога оказалась, как говорится, и властью, и людьми забыта. Мы ежегодно делаем акты о состоянии дорог. По этой дороге поток машин считается небольшим, поэтому она, скажем так, не в приоритете. Михаил Луцев руководит Салтонским районом 27 лет. Говорит, дорога находится на балансе края, но, видимо, как нелюбимый ребенок в семье. Все, что делалось в последние 20 лет, это что-то где-то подсыпали, подровняли по остаточному принципу, говорит глава района. И люди уже к этому привыкли, даже когда речь идет о жизненно важном. Долго едет скоро, да, очень. И сколько ждете? Ну, час, наверное. Я вот 20 лет здесь живу. Значит, каждый год они грейдером переворачивают эту вот щебенку. А могло быть еще хуже. Дорожники говорят, что прикладывают немало сил даже для того, чтобы поддерживать дорогу в таком состоянии. Рядом болота ездят большегрузы. Вообще, в целом, как бы, даже по дорогам пройтись влаги, переувлажнение очень-очень большая. Каждую весну там пучин вылазит буквально по несколько даже километров. Это переувлажнение грунта, то есть едет грузовая машина, и оно начинает как бы случиваться, получается такая, скажем, шишка, которая в дальнейшем играет. Затем нам приходится это все выкапывать. Ну, замена происходит, замена грунта. Сегодня по Салтонскому району возят лес, уголь, ездят местные. Но у него есть и другой потенциал. Салтонский район граничит с Горным Алтаем, а именно с Турачакским районом. По официальной статистике, каждое лето Турачакский район посещает 150 тысяч туристов. Все едут на Телецкое озеро. Среди путешественников немало и жители Алтайского края. Сейчас вот с развитием туризма, конечно, дорога, это требует особого внимания, особого отношения. Такая дорога не способствует увеличению туристического потока. Кстати, раньше это вообще была основная дорога, ведущая в Турачакский район. Сегодня о ней знают немногие водители. Как правило, все туристы ездят на Телецкое озеро через Горный Алтайск, собирая пробки и светофоры. Дорога через Салтонский район может сэкономить полтора часа в пути. Она короче на пару десятков километров. Но пока требует смелости и хорошего внедорожника. Бедный Алтайский край. Как только пересекаешь границу, оказываешься в республике Алтай, гравийка еще остается, но она уже более ласковая, что ли. Особо это ощущается после 35 километров по Салтонскому району. Недавно в соседнем Бийском районе дорожники приступили к капитальному ремонту. Постепенно дорожники будут подходить к Салтонскому району. До этого момента на убитой дороге ничего не изменится. Перспектива такая, что мы идем не с конца участка дороги, а вот именно от начала от города и в направлении как раз Салтонского района и с выходом дальше уже на республику. Нельзя сделать дальний участок, тем самым запустив ближний. Потому что и доставка материалов, и постоянное движение грузового транспорта, оно тем самым как бы ситуацию кардинально ухудшит. Уже известно, что один километр дороги на этом участке будет стоить от 17 миллионов рублей. То есть за 35 километров полмиллиарда. И это далеко не предел, возможно даже больше. Почему? Потому что, как правило, мы начинаем сейчас вот земполотно вскрывать. Толщина, которая есть, дорожная одежда, покрытие, она как бы не соответствует. Раньше же, сами понимаете, какие были машины, какой-то анаши на сегодняшний день. То есть водоотводные канавы, деревья. Возможно, где-то маленько будет какие-то изыскания, где-то, может быть, дорога даже в сторону маленечко пойдет. Правда, пока о каких-то сроках дорожники боятся говорить. Так что прорубить еще одно окно в горный Алтай получится не раньше, чем через 2-3 года. Остается надеяться, что все мы доживем до того момента, когда из Барнолова до Телецкого озера можно будет доехать на полтора часа быстрее. Заодно получится разгрузить Чуйский тракт. Да и жителям Салтонского района с новой дорогой, наверное, будет как-то повеселее жить.